Всем привет! Это 21 век. Я Саш Сериков. Сейчас я покажу вам необычные наушники. Это Huawei Free Clip. Так в чем же их уникальность? Ну, во-первых, это видно уже невооруженным взглядом, но мы разберемся в этом подробнее. Новинки позиционируются и как необычный удобный аксессуар, и как гаджет для тренировок. В чем же их необычность? Смотрите, то ли серьга, то ли клипса. Они обладают конструкцией открытого типа, и вот коннектор такой вот, он гибкий. И все это внешне напоминает серьги-кафы. Как же они крепятся на ухе? Округлая часть внутрь уха, продолговатая за ухо. Как я уже сказал, вот эта ножка-коннектор, она гибкая, такая упругая, специально для того, чтобы их удобнее было надевать. Управление здесь у нас сенсорное, причем дотрагиваться можно как до округлой части, как до вот продолговатой, так и до самой ножки коннектора. Все это будет считываться и работать. Прикольно. Каждый наушник весит ровно 5,6 грамм. И, кстати, про удобство ношения. Ну, в общем, не вываливаются, на самом деле. Сначала кажется неудобно, а потом ощущение возникает, как будто я их носил уже 100 лет. В шарике у нас размещен динамик, а вся электроника и аккумулятор размещены вот в этой продолговатой штучке. Что по поводу кейса, спросите вы меня. Вот как раз кейс у нас максимально классический, кроме того, что здесь вот выемки такие вот у нас, видите, под парой. И под динамик, и под продолговатую штуку. Хотя, если наушники у нас серьги, то кейс могли бы уже сделать в виде подвески. А-ца-ца. Кстати, кейс собран хорошо. По-прежнему категорически заявляю, что его неплохо можно использовать в качестве антистресса. Вот никаких ни люфтов, ничего, все прям ладненько. На, прошу заметить, матовом кейсе мы видим индикатор состояния и разъем для зарядки Type-C. Крышечку легко открыть одной рукой. Есть автодоводчик. Что интересно, наушники идентичны по форме. Их можно разместить в кейсе в любой из слотов. И правый, и левый, либо же и правый, и левый. Эти наушники взаимозаменяемы. То есть и в кейсе их как угодно ставьте, и на себе их как угодно размещайте. Они сами понимают, где право, а где лево. Вот это мне прям не терпится затестить. Итак, излучатели здесь у нас по 10,8 мм. Поддерживаются кодеки, разумеется, AAC, SBC и L2HC. Давайте же послушаем, и в особенности, напомню, мне не терпится узнать, как они меняют стерео, когда я меняю наушники местами. Итак, поехали. Да, вот видите, прямо сейчас через микрофон вы слышите звук из моих наушников. Сам я себя, кстати, плохо слышу. Очень необычное ощущение. А теперь меняем их местами. Наушники сообщили мне о том, что правый и левый наушники автоматически поменены местами. В них реально есть свой кайф. Я вот в первый раз, когда я их надел, я такой думаю, что это за такое? А сейчас мне очень нравится. Это реально супер необычная история. Расскажу, в чем необычность. Значит, мы надеваем эти наушники, и по ощущениям, как будто у вас открытая акустическая система, две колонки находятся вот так. Ну, или две маленькие колонки вот так, как будто вы их вот так вот с собой носите, и вы вроде слышите звук, очень хороший, очень качественный, но в то же время есть пространство. Тем более уж на раковине у нас тоже пространство. Он там отражается, вот эта вся история. То есть есть еще и акустика. Как будто вы слышите звук, музыку уже в акустическом каком-то помещении. Не могу сравнить это с наушниками открытого типа. Там все-таки звучит немножко по-другому. В общем, это крайне необычное ощущение. Смело могу заявить, что такого я раньше не видел. Только когда реально в детстве брал два динамика и ходил вот так вот. Больше всего я боялся за басы. Они тут есть. Да, это не глубокие басы, не те сабы, да, там, как в тех же внутриканальных. Но басы есть. Нет такого, что только у нас верхние и средние частоты, и все. Я удивлен. Итак, на каждом наушнике по три микрофона. Они как-то там разделены. Часть находится здесь, часть находится здесь. И часть из них используется для передачи голоса. А какие-то используются для определения пространства. Там шума метра, шума города. Вот эта вот вся история. И мы сейчас попробуем записать для вас на них звук, разумеется. Просто в стерильном тихом помещении. И потом шумом города. От топа копыт, пыль по полю летит. Вот так вот записывают звук. Они, когда я говорю, просто в тихом помещении. А сейчас мне дадут шум города. Итак, дайте мне шум города. Сейчас я говорю с вами с использованием шума города. Вот. Вот она скрипит. Вот он. Вот так вот. И вот так вот весь мой голос. Вот так вот я говорю вам, что от топа копыт, пыль по полю летит. А Карл Маклары, как вы знаете, украл Карл. Вывод по поводу записи голоса и обрезания шума города сделайте вы сами. Кстати, напишите об этом в комментариях. Потому что, ну, непонятно нам. Вот что вы услышали? К прочим параметрам защита у нас IP54. То есть у нас частичная защита от пыли. Но если пыль проникнет вовнутрь, то это не скажется на работе устройства. А в плане воды защита от брызг в любом направлении. Но погружать воду наушники нельзя. Ну, а что же можно, спросите вы меня. А все просто. Можно потеть, носить их в дождь. Либо если вас стреляют из водяного пистолета, тоже ничего с ними не случится. Наушники работают 8 часов без подзарядки. А если использовать дозарядку в кейсе, то 36 часов. Полностью наушники заряжаются за 1 час. Но есть быстрая зарядка. То есть 10 минут зарядки гарантируют нам 3 часа работы, то есть прослушивания музыки. Это примерно в 3 раза больше, чем мне нужно в сутки. Наушники связываются с смартфоном через Bluetooth 5.3. Это хорошо, поскольку это одна из самых быстрых версий на сегодня. Разумеется, поддерживается мультипойнт. То есть вы можете подключить наушники и к смартфону, и к компьютеру. Есть приложение. Оно называется Huawei iLive. Как вы можете догадаться, функционал стандартный. Отслеживание заряда наушников и кейса, управление мультипойнтом, звуковые профили. Кстати, нет полноценного эквалайзера, и это меня расстроило. Пожалуйста, уважаемые разработчики, вставляйте хотя бы 4-х полосный эквалайзер в ваше приложение. Для тех, кому кажется, что в первую очередь это всего лишь модный аксессуар, а во вторую очередь наушники, скажу так, что не все так однозначно. Потому что функционал действительно в них есть. Мое личное мнение, вот это интересно. Вот как минимум купить, что просто побаловаться, покайфовать, это да. Потому что звука я ощутил в полной мере, и даже, не поверите, получил наслаждение. Не то, что это связано как-то с аудиофилией, с какой-то там супер классным звуком. Это просто, блин, интересно. Разумеется, не всем людям понравится эта конструкция. Почему? Потому что люди очень с опаской относятся ко всему новому. То, что вы в первый раз видите, скорее всего, вам сразу не понравится. Но вот распробовав, поэкспериментировав, вы как бы получите, опять же, кайф. В Huawei, вот просто изобретя вот такой форм-фактор, просто вычеркнули режим прозрачности и шумоподавления. В этих наушниках он просто не нужен. Поясню свою мысль. То есть, например, вы надели их на пробежку, вы бежите, и какая-то опасность, вы ее просто услышите. Наушники никаким образом звуком не замаскируют, там, машину или собаку, что угодно. В общем, это прикольно. Вот такой дизайн наушников, он, кстати, первый в мире. Я не удивлен, что именно Huawei-то изобрели. Ну что ж, на этом все. Это 21 век, я Саша Сериков. Лайк, подписка и комментарий. Понравились ли вам Huawei-приклипы? Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»